Всем привет! Мы снова с вами. Приехали в роскошный отель, чтобы снять вам новый выпуск, долгожданный выпуск, которым вы все время просили. Парфюмерия, декоративной косметики и об уходах. Он известен, Руш 540, все, по-моему, пользуются, а я выбрала себе Утс Силк Муд. О, да! О, да! О, да! О, да! Хочется вот эту женщину пойти за ней, обнять, поцеловать, подарить сумочку Шанель. Я их использую, у меня все вот так вот, Таша, что было? Это что на тебе? Всем привет, друзья! Вы на канале Ши эн Ши. Двух женщин из Риги, которые вам вещают о моде, о еде вкусной, красивой, о путешествиях, ну, вообще лайфстайл. Продолжаем обзор теперь уже декоративной косметики и немного уходовой. У меня так много нету уходовой косметики, потому что, если честно, я так не ухожу за лицом, как Валерия. Я так, ну, все на маму, папу, на природу, надеюсь. Но надо, надо, друзья, самое любимое я взяла. Смотрите, мы каждый что-то находим свое такое, да, это наши лайфхаки так называемые. И самое главное, что я вам хочу рассказать, это вот эта штука. Сенсей, силк пудра для умывания. Вот ничего лучшее я пока не нашла. Мне тут подруга подарила крем специальный, и вот, Юляш, прости, но пока оно не перебило. Через день пользуюсь, очень деликатная, и как будто я сделала маску после этой штуки. То есть это пудрочка? Я ее сыплю, дозаметр есть, каплю воды и умываю лицо, будто я сделала какую-то роскошную маску или уход. Вначале расскажи мне, пожалуйста, какая кожа нашим зрителям? У меня она комбинированная, в каких-то местах сухая, но и нормальная, не пористая, слава тебе, господи, тонкая. Хотя, когда меня колет косметолог, какую-то там процедуру делает, да, вот, биоретализацию или еще какую-то уходовую процедуру, она говорит, что кожа довольно твердая, что ей постоянно приходится менять иголку. Вот так. Вот, друзья, вот это прямо реально, попробуйте, не пожаряйте денег, надолго хватает, и это фантастическая вещь, фантастическая вещь. Начиная от Валмонта, Лапрери, Ламера, Карита и Ревиве, это вообще страшно дорогая косметика, но пришла к выводу, что главное очищать, увлажнять и питать лицо. Как сказала одна моя знакомая женщина, 70+, по 5 каратов в каждой ушах, в косметологии самое большое достижение – это производство, и то, что они придумали, не вею. Все остальное чепуха. Поэтому, друзья, я вот очень люблю японскую и вообще азиатскую косметику, я пользовалась долго японской Мэрит, но она стоит страшных денег. И я, мне дочь подарила вот эту Холику, подождите, как она, Холика, Холика, так и называется, да. Я, единственное, забыла тоник дома. Фантастическая косметика. Вот я вам честно рекомендую попробовать, очень бюджетная. Это корейцы, да? Да, это корейцы, и вот эта аптечная косметика, которая продается только во Франции, я тоже постоянно повторяю, увидела, кстати, ее у, как ее зовут, боже, Белоника, Белоника Церковская. Да, я уберу эти лишние вещи, это тоже я расскажу про это. Вот рекомендую эту косметику, очень бюджетная и очень клевая. Это во Франции в аптеках продают? Во Франции в аптеках продают, да. Там много продуктов, так что можно выбрать. В последнее время я полюбила Де Альба косметику. Хорошо, что у нас в Риге представлено, потому что она не во всех корейских магазинах далеко. Мой фаворит, это, естественно, вот этот серовый на трюфеле белом. Я могу его открыть. А ты расскажи, какая произошла, когда ты его прорекламировала, как его вынесли? А я случайно, ну в смысле, я делюсь со своими подписчиками не как реклама, а как рекомендация. Вот это, значит, такое маслице, которым надо впрыскаться. Уже на косметику? Можно на косметику, да. Это мист, да, такой, ну как водичка такая освежающая. Нет, это не водичка. Маслица, да? Да, здесь масличца и увлажнение. Кто еще не подсел на эту штуку, рекомендую, но я уже сделала рекламу. Я помню, вынесли всю, мне надо было купить для подарка. Я приехала, ее не было. Я долго ждала. Еще для Алибо потрясающие, конечно, патчи для глаз. Это вообще фантастика, они стоят 100 евро, но это нам много хватает, надолго хватает. И их накладываешь под, значит, глазки, они белого цвета, и когда они становятся прозрачные, их можно снять. Это можно полчаса ходить и так далее. А это вот мне прислала моя подписчица целую коробку косметики для Алибо. После того, что я рассказала, что я стала поклонницей этой корейской косметики. Это фантастика. Она мне прислала подарок, посолку. Это вообще спасибо большое еще раз. Я еще не раскрыла, но вот это вот, когда закончится у меня вот это. Это холика, да? Холика, холика, алоэ, это алоэ, кстати. Мне очень нравится. Я открою Де Альбо, и вот новый продукт, у них речь тоже называется, крем, но он такой немножко жирноват, я подожду осени. Значит, еще из Де Альбо продукт, который я очень сильно люблю, это ночная маска. Просто от души рекомендую. Тонким слоем, на ночь. Это ты вытащила из коробочки, да? Это из коробочки, это то же самое, да. Видите, это у меня запасик. А нет, это тоже с посылки. Вот эта прекрасная женщина замечательная, которая меня одарила такими богатствами, роскошествами. Тоже белый трюфель. Да, тоже на основе, да, белого трюфеля. Короче. Друзья, это... А, еще, еще вот этот стик тоже очень классный. Он как бы в зоне всяких морщин намазывается. Вот где наши кисетики, где наши носогубочки. Ну, конечно, я не знаю насчет разглаживания, но питает прекрасно. Это тоже у них продукт в фаворитах. Вот. Люблю Де Альбо, кстати. Видите, она какая ценовая категория у Дуаль? 30 евро. То есть вообще очень доступно, да. Очень все доступно, очень. То есть у меня не тяжелый люкс. Хотя вот я вам скажу, Селин, например, да, есть ночной крем. Ночная роза называется, да, в таком бордовом флакончике. Он волшебный, хотя стоит очень дорого. Я его люблю. Иногда буквально просто закончился у меня сейчас. Надо купить. И еще под глаза я люблю больше всего талик. Они многоразовые. Они продаются с коробочкой такой специальной. И это тоже фантастические. Они такие силиконовые патчи под глаза. Поэтому они многоразовые. Там написано типа 3-4 раза, я раз по 10 делаю как минимум их. Честно приклеиваю потом обратно к пластику, в коробочку. Интересно, первый раз такое слышу. Это крутые патчи под глаза, поверь мне. Естественно, капли и редина, наверное, все знают, продаются в Италии в аптеке. У меня проблемы с белками. Мои классы, у меня такие сосудики там, и я каждое утро капаю их. А, кстати, у нас было Латвии не достать. Их не купить. Их не купить вообще. Они только в Италии. Ну, кто-то распространяет. Я вот где-то слышала, что кто-то где-то распространяет. Но я в Италии покупаю всегда. Вот открытые у меня из косметички вывалилась. Я все вывалила из косметички. Ну вот, смотрите, секрет беленьких свежих глаз. Так, смотрите, вот это мне подарила Влада. Звезда форел. Люблю. Открываю, потому что у меня таких три штучки. Я ими пользуюсь. Это фантастик. Она подарила немножко другие в этот раз, но они похуже. Где вы их достанете? Ой, здесь не одна, я думала, одна, здесь три. Где вы их достанете, не знаю. Короче, вечером мочишь просто водичкой. Смываешь всю косметику. Просто ничего не нужно. Потом я стираю это все мыльцем. А здесь она подарила мне немножко погрубее. Тоже та же история, но это круче розовые. Вот называется, смотрите как. Если розовую не найдете, купите такую. Вот так. А это сеточка, в которой можно стирать стиральные машины. Это тоже мне подарила Володулечка. Ну и бальзамчик мой любимый для губ. Он как бы вот такой. Вот этим я пользуюсь, если интересно. Каждый выбирает то, что нравится. По-моему, это тоже в магазине, где я до алибо покупала. Итак, друзья, у меня много уходовой косметики. Я много взяла. Мне есть что рассказать. Будет мутно, ускоряйте. Смотрите на быстром режиме. Это тоже отличный, отличный вариант. Это все прогнать. Кому-то может это будет полезно, скриньте. А кому-то просто босоножки твои понравятся. А кому-то босоножки, да. Я сегодня, кстати, оделась так вот, несмотря, Карина угадала с цветом номера. Причем, что я выбирала мне одеть пижаму в таком вот цвете номера. Я на нее посмотрела, подумала, что я в этой пижаме уже фигурировала в свой инстаграм. Думаю, одену другую пижамку. Я все-таки хотела бы начать с ухода полости рта. Я вам покажу свой ритуал. Во-первых, посмотрите, какую я нашла интересную зубную щетку. Вы только посмотрите на этот размер. Вот. Вместе с моим пальцем. Ощущения просто невероятные. У меня есть вторая, естественно, электрическая зубная щетка. Но я от нее устаю. И хочется разнообразия. Я вот нашла в биомагазине такой бренд. Я вам напишу, как он называется. Здесь нет ни одного названия. Значит, это выполнено с биоразлагаемой пластмассы. Невероятно удобно ее держать в руках. Вот такой вот большой. Вот эта часть меняется. То есть это еще и забота о природе, что мы не выкидываем постоянно эти зубные щетки. Не засоряем экологию. Как бы немножко замедляется процесс. Что можно менять эти вот насадки. А сама зубная щетка остается у вас. И это намного дешевле просто покупать. Но я говорю, такое классное ощущение. Она очищает и десна, и зубы, и сверху, и снизу, и сбоку. В общем, я прокайфовалась. Это новиночка у меня. Значит, я обязательно очищаю язык. Я думаю, что кто-то знает, кто-то не знает. Это я покупаю. Это, наверное, из меди. Я это покупаю в магазине йогов. И вот обратите внимание, обязательно на зубную щетку вместе со зубной пастой я наношу капельку масла лимона и капельку масла мяты. И вы не представляете, какая свежесть, как очищаются зубы. Это несравнимо ни с одной зубной пастой. Если у вас есть возможность купить натуральные масла, по капельке используйте обязательно. Я очень люблю использовать масла, особенно летом. Тело я мажу постоянно. Канчивается это масло с запахом розы. Это был такой у меня пробный вариант. Это что-то. В очень бюджетном бренде. Я так понимаю, что это Польша производитель. Я нашла вот это масло. Я по нему делаю массаж щёточкой. Сейчас покажу эту щёточку. Оно не жирное. Оно моментально впитывается. Оно классное. С дозатором. Но главное, у него безумнейший запах лимонной травы. У меня всё розовенькое. Я сейчас такая фанатка розовенького. Пижамка розовенькая. Этикетки розовенькие. И моя массажная щёточка тоже розовенькая. Это хотя бы через день размассировать. Размассировать животик, бедра. Все места наши проблемные. Целлюлитные. Где застаивается жидкость. Конечно, надо разгонять, помогать. Если у вас нет возможности ходить на эндосферу, на другие аппаратные методы. Девушки, не пренебрегайте домашним массажем. Вы не представляете, какие результаты. Даже если вы занимаетесь спортом и на правильном питании, кожа всё равно держит влагу лишнюю. Ей нужно помогать. Это классно. Видишь, у меня есть всякие роллеры. У меня есть и щётки. Но вот летом с маслом мне нравится вот такая вот щёточка. Я много расскажу вам об этом бренде. Это профессиональная косметика. ДМК. Я покупаю её у своего косметолога. Я подозреваю, что просто прийти в магазин и купить его не сможете. Это скульптурирующий крем, который наносится на область живота и заворачивается плёнкой. Вот именно у ДМК я не могу сказать, что он рабочий. У него очень специфический запах. Ищу аналог. У меня до этого были какие-то из обычных магазинов. Сказали, что это просто супер-пупер бомба. Но не могу сказать. Вашему мужчине точно этот запах не понравится. Но это просто как пример, что можно наносить ещё скульптурирующий крем на область живота. Наносить обычную пищевую плёнку, которая у вас есть на кухне. Обматывайтесь много раз. И вы можете делать классную такую салонную процедуру прямо у себя дома. И ещё, дорогие дамы, я хочу всё-таки обязательно поднять эту тему дезодорантов. Поскольку у нас сейчас очень распространён рак груди у женщин. Для меня это особенно важная тема. Туфу, ни у кого из-за своих не было. Я рассказываю. Я не пользуюсь дезодорантами уже много лет. И я считаю, что если женщина здорова, она правильно питается, она избавляется от пищевого мусора в своём питании, да, у неё всё в порядке с гормональной системой, то её пот... Простите за такие гигиенические уже вещи, раз мы тут уже об этом говорим. Её пот не должен пахнуть. Ну, если она, естественно, ежедневно моется, да, её пот не должен пахать. То есть, если ваш запах пота вам кажется неприятным, обратите внимание на своё здоровье. Сдайте анализы, идите к врачу, ищите, в чём проблема. Это не должно быть. Если вы, конечно, не переживаете какие-то гормональные всплески, там понятно. Значит, но летом, в жару идёшь на мероприятие, где много людей всё-таки хочется обезопасить. Вот я нашла, ну, таких много вариантов. Это био с пробиотиком, совершенно органический дезодорант, который не забивает вас. Ведь как это работает? Самое страшное, что ещё делают женщины, они ещё вкалывают боток с карин, знаешь, да? Да, да, знаю, но я не вкалывала никогда. Полностью блокируют потовые железы, пот, ну, как, наверное, так, это правда, да? Ну, да. Эти железы, они вкалывают ботокс, и у них эта зона абсолютно сухая. Что происходит? Тут из организма выводятся токсины, и когда токсинам нету возможности выйти тут, они где выходят? Через грудь. И появляется заболевание, заболевание груди, которое в самом страшном варианте, это рак груди. Поскольку у нас это всё, это дезодоранты, дезодоранты ещё сильнее, 24 часа, 72 часа он там забивается, забивается. Там нацинки есть какие-то вообще адские. Там ужас просто, с запахами сильными. Женщины миленькие, поберегите себя. Если вы всё-таки не можете без дезодоранта, ищите органические варианты. Вот, например, у меня с пробиотиком, он вообще недорого стоит, копейки. В биомагазинах. В биомагазинах. Да. Волосы, девушки, волосы, волосы. Я там не могу похвастаться, что у меня какая-то мега шевелюра, но у меня тоже есть свои какие-то фишечки. Я тоже пыталась. Я всегда хожу, в принципе, мне не подходят разные стрижки. Я сколько экспериментировала для моей внешности. Натурального цвета, одной длины, всё-таки это лучший вариант. У меня тонкий, прямущий, прямой волос. Я его не выпрямляю специально. И даже если я иду на укладки в салон, и меня пытаются завить, если меня не заливают лаком таким мерзким, твёрдым, я терпеть это не могу ощущения, то, в принципе, это всё бесполезно. Поэтому рассказываю вкратце. Это самая лучшая расчесочка в мире. Это итальянский бренд. Не знаю, как произносится. Сейчас я напишу. Ой, да, здесь не видно, напишешь. Во-первых, она, поверьте, мне есть чем сравнить, эта расческа не вырывает волосы. Даже через неделю использования на этой расческе просто три волосинки. Два, её очень легко мыть. Я знаете, что делала? Посудомойку. Она всё, все бактерии убивается, она числа, потому что расчески, которые закрыты здесь, здесь какая-то ещё мягкая подушечка или там ворс какой-то натуральный, вы её на больших температурах не помоете. Лёгенькая, когда сушишь волосы, она продувается насквозь. То есть волос не перегревается у основания этой резинки. Воздух проходит насквозь. И, короче, очень рекомендую. Это не реклама. Это не реклама, но это действительно... Дадим, давай сразу оговорочку сделаем. У нас не было ни одной рекламы, ни в предыдущем выпуске, ни в этом. Да, всё, что мы рассказываем об уходе. Это наши лайфхаки. Да, мы вам не пытаемся втюхать. Кожа головы, это что тоже очень важно, заниматься... Рассказываю. Ну, эту вещь можно купить, к сожалению, только в России. А нету в этих лавках здоровья? Нет, у нас в Латвии нигде нет. Она стоит просто... Ну, кто живёт в России? Она тоже не фокусируется, как она, эссвицин? Эссвицин. Ага, сейчас фокусировалась. Ага, окей, у нас есть подписчики из России, так что... И поверьте мне, ну, просто нет ничего лучше от выпадения волос. Даже за 300 евро все эти ампулы не сравнивают. Друзья, я вам хочу сказать, что это моя подруга. И я сейчас узнаю только такие вещи. Ментглер тоже нужен эссвицин. Значит... Вот, запроси, кто... Буду просить, кто... Спроси, кто... Знаете, что происходит? Вот когда я вижу, что у меня уже по квартире просто мои волосы, эти чёрные длинные в ванне, слишком много. Во-первых, я вам сразу говорю. Не эссвицинами лечим. Бежим, сдаём анализы. И, вероятно, у вас какие-то дефициты по анализам. Это первое, что вы должны сделать. Сдать анализы. Самое основное, это, конечно, недостаток железа или ферритина. Может быть, и другие дефициты. Но пока вы дождётесь анализов, пока, значит, вы попадёте к врачу, пока вы эти все дефициты восстановите, нужно остановить вот этот вот водопад волос, да? Да, листопад. Это, я вам скажу, что это не панацея, это не лечение, это ликвидация симптома. Это ликвидация симптома. Я не использую это часто. Там в составе никотиновая кислота. Вот, ещё раз повторяю, стоит, мне кажется, 3-5 евро. А как ты втираешь? Да, очень неудобно его втирать, он просто выливается. Я наливаю в маленькое блюдце, беру пипетку и наношу. Кто-то ваточкой протирает. Это в кожу головы надо немножко. Ну, это перед, а потом моешь, да, головы? Нет, вечером, это водичка. А, водичка без запаха. Водичка без запаха высыхает и вещь. Мне надо. Всем надо, честно, всем надо. Это лучшее, лучшее за мою жизнь. Чтобы волосы были красивые, надо ухаживать за кожей головы. За мушками тоже. Обязательно. Значит, что ещё я... Скажи. Hi Barbie, hi Ben. Hi Barbie, hi Ben. Сейчас это очень модно. Значит, как я ухаживаю за кожей головы? Вот такая вот у керостаса вещь есть. Если у вас... Мне это не часто нужно, я потом это... Мне эта вещь нужна не часто. Я просто балдею от этого запаха, Карина. Нет, там, дам тебе. Это какой-то просто вау. Это наши с тобой запахи. Значит, если у вас зуд или сухая кожа головы, ловите на заметку, это крут, крут, крутая крут. Кстати, бывает. Да, если у вас жирная кожа головы, это корейцы. Стоит тоже... Ну, недорого. Это недорогое средство, корейское. У них целая линейка. Причём у них тоже, они заботятся о природе. У них все это пластмассы биоразлагаемые. Там, они очень современные. У них очень много наград. Наносите на кожу головы, и у вас такой сумасшедший холод. Мята, освежение кожи головы. Это и волосы потом можно не мыть. У кого жирнятся волосы, вот точно не каждый день. А исчезает... А где ты покупаешь это? Заказываю на сайтах. А, на сайте. Да, ну, можно написать название, и они у нас в Латвии продаются. Короче говоря, кожу точно головы не надо мыть. Она, ещё если вы долго используете, и эффект накопления, то жирность уходит. Допустим, если вы используете сухие шампуни, в моём случае я их использую не для того, чтобы освежиться, они меня не свежат. Я не знаю, кому, кого они там делают чистую голову, не меня. У меня другая проблема, у меня тонкие волосы, если я... Ловите такой тоже мой приёмчик. Если бывает маска жирноватая, я не знаю, я её плохо промыла или что, уже пора бежать. Укладываешь волосы, чувствуешь, что они перегружены. Вот тогда я пропшикиваю сухим шампунем волосы, вычесываю, и они шелковистые. Вот это средство тоже для таких вот прямых волос, таких вот шелковистых, таких вот не держащих форму, не пористых. Это, видите, какая-то суперволюм. Поднимает корни волос и делает объём от Арибе. Но, если вы пользуетесь такими средствами на постоянном режиме, что вам нужно? Вам нужно обязательно скрабить кожу головы и снимать, чтобы ваша кожа головы была не забита всеми этими средствами и сухими шампунями. Я вот этой вот серией глубоко очищаю волосы. Иногда нужно шампуни. Я люблю корейские, потому что, что я не пробовала, в принципе, никакой я разницы не вижу. И пробовала Элориале, Керастасы, и там самые дорогие, и самые дешёвые, и из простых каких-то магазинов по 3 евро разницы не вижу. И для меня, я уже поняла, корейцы среднего чека, это лучшее, что только может быть для моих волос. Могу особенно выделить марку Элодор. Это просто что-то, это, ну, я не знаю, я не могу ни с чем. Для своих волос я по результату не могу сравнить ни с чем. После того, как я помою голову, я наношу молочко от Davinus. На кончике я наношу масло от Керастас. И для блеска волос у меня прямые волосы. Вот так вот я пшикаю сверху ещё длину волос. Это отражается на солнце, и волосы были такими здоровыми, такими сияющими. Я перехожу к уходовой косметике для лица. У меня есть Dior, у меня есть Celenis, у меня есть Gouinot, Gouinot, Lancome. У меня есть Cisley. В общем, для лица у меня, я на сегодняшний момент много что пробую. А для глазок, это два моих фаворита, чего, что у меня только не было. Но для нашей с Кариной вот кожей, мы очень похожи, Сенсай и Шизейда, это два самых лучших, не знаю, бренда, наверное, которые можно, непрофессиональных. И ещё для лета, наверное, я бы выделила вот этот крем. Это с розой, это самая нежная текстура, которая мне только попадалась. То есть вы наносите этот крем, сейчас я открою его. У него такая вот текстура с запахом, невероятным запахом розы. И как только этот крем соприкасается с вашей кожей, он исчезает и превращается в такую розовую воду, которая нежно увлажняет. Они неплохие, Ланком, Ланком, неплохая уходовая косметика, но серьёзных проблем она не решает. Вот это все мои крема для лица на сегодняшний день. Вот этот у меня упал. Я хочу выделить вот эту марку. Он недорогой. Ну, относительно, мне кажется, он 60 евро стоит этот крем. Ну, это вау. Просто для сухой кожи, я была у косметолога, она мне говорит, я не знаю, чем ты пользуешься, но это тебе очень подходит. Так что проверена косметологом. А ещё я фанат сывороток. Сывороток у меня много. Начну с миста, как у Карина де Альба, шанелевский мист. То есть вы им просто сверху на макияж, он у меня всё в сумке, вы освежаетесь в машине. Кажем я ещё раз его. Это сублимаш тоже, между прочим. Да. Тот же линейка, что я тональным средством пользуюсь. Да, он так красиво выезжает. То есть у него ещё съёмные капсулы, там он как-то открывается, можно менять. Покупала его в Стопмане, да, в реке? Да, да. В общем, дико освежает, особенно когда жарко или уже такой вот тональный крем стал такой уже суховатым на лице. Это класс. Карина, это Swiss Line. Он очень сильный. Это самая сильная сыворотка, которую я только пробовала в жизни. Мгновенный результат. Но если я её захочу попробовать два дня подряд, моя кожа всё сжимается. Вот насколько он работает. То есть он для меня ещё рановато, наверное, для моей кожи. А можно, наверное, как-то... Если покажу огород, куда можно выбросить. Да. Но я, когда мне нужно вот привести себя в порядок, я её использую. На ежедневной основе мне ещё рано. Ты в реке покупала? Да. Свислайм в салонах есть. В Сильчинке есть. Точнее, это... Это Swiss Line. Ага, ну мне это надо походу. И знаете, кому она ещё рекомендована? После пластических операций. Тогда не надо. Заживляет моментально. Нет, ну я просто говорю, что вот эта вещь заживляет кожу после серьёзных вмешательств. Просто мезотерапии. После каких-то... Как они называются эти, когда простоетое лицо? Популы, да, в этих лицах? Да. Биоритализация. Вот эти все сильные воздействия на лице, когда снимается пилингом носу и кожу, это восстанавливает круто. И из этой же серии, One One Skin, с этого началась вообще эта марка, с этой сыворотки. Она дорогая, под 300 евро. Ну это тоже под 300 евро. В общем, сам он даже написал, что этот доктор, доктор этот вот, который создал эту марку, он, я так понимаю, пластический хирург, он использовал этот состав для того, чтобы у его клиентка заживлялась кожа. Да, и он после этого создал вот эту вот сыворотку и начался продавать свой бренд. Вот это тоже вещь классная. Заживляет после процедур. Ловите на замену. Ещё три палочки-выручалочки. One One Skin, если у вас проблем на коже, всякие высыпания, какие-то проблемы, вот, ловите. У меня редко, но моментально заживляет, обезорвляет, не знаю, короче, восстанавливает, помогает. Это если у вас отёк. Я не с этим, не страдаю отёками, но бывает, после шампанского он очень освежает, крио. А подлова тоже можно вот в этой отёке? Вот я не рискую, не рискую. У меня есть, кстати, вот патчи, вот они такие же, крио, из этой же серии. Я налепляю эти патчи, а сюда сывороточку, да. Ну, да, конечно, после шампанска лучше не пить, но это хоть что-то. Ещё одну вещь, которую я хотела рассказать, это профессиональный бренд у меня такой, он пожелтел, потому что у него очень такой специфический состав. Я тоже покупаю это только, это вообще, я обожаю эту профессиональную косметику. Я покупаю, конечно, только у косметолога, но если у вас есть возможность, это нетрудно достать в любой стране. Эти капельки останавливают пигментацию. Да, это всё важно, это важно сходить на лазер, её убрать, важно её остановить, но пигментация это дефициты, это недостаток железа в первую очередь. Вы становите железо, исчезает пигментация. Приводите даму в порядок, это говорят уже все по последним исследованиям, все дерматологи, диетологи, приводите в порядок дефициты и забудете про пигментацию. У меня остался последний уголок. Маски для лица, наверное, это мой самый топ. Я не брала все маски, у меня много. Но вот это непревзойдённая вещь, это действительно салонная процедура у вас дома. Это преображение за 15 минут. Она дорогая, это, наверное, самая дорогая маска в моей жизни. Но она стоит каждого потраченного цента на неё. Ну, действительно, 15 минут, и вы сияете. Её неспроста называют маска Золушки. Вот эта вот профессиональная маска, это ферменты. Её можно, не знаю, можно ли её делать в домашних условиях, но моя косметолога рассказала, как это делать. Я смешиваю, значит, вот эту пудру с этим гелем. Наношу в несколько слоёв на лицо. Лицо всё стягивается, но тоже я потом, как у меня кожа, как после салонной процедуры. С этой косметикой, с ДМК, идёт при любом средстве, которое вы используете, будет ли это крем, или, не знаю, это маска, или это какие-то сыворотки, всегда идёт вот такая вот лодичка, которая увеличивает проницаемость кожи, и препараты попадают намного глубже. Три вида патчей. Не могу сказать, что я чувствую, что патчи работают. Я вообще глазам отдельно какой-то кожи глаз отдельное внимание сильно не придаю. Я наношу даже часто, ежедневно, я наношу просто дневные средства на всё лицо и область глаз тоже. Это сияние, если вам нужно. Это эффект от отёков. Вот, сохраняйте. Эту, конечно, косметику любят звёзды, и она действительно рабочая. И вот это вот третье. Третий вариант – это возрастные изменения. Хочу вам рассказать про свои последние ритуалы. Вот это вот ночное масло. Оно обладает удивительным запахом. Кроме всего, это ещё и ароматерапия, которая настраивает вас на сон, расслабляет. И по этому маслу я делаю вот такой массаж. Совсем недавно нам подарили этот аппарат. Я уже его оценила. Я делаю вот такой вот массаж. Вот сюда, по линиям вот сюда. Это поднимает овал, убирает брыль. А главное, то, что затягивает мышцы, которые затягивают наше лицо вниз. Вот эту вот мышцу, её всё прорабатывает. Здесь ни в коем случае мы не массируем в области щитовидной железы, а вот эти вот мышцы расслабляем. Хотя бы делайте массаж просто ручками. Последняя фишечка от меня – это тоже ДМК, но это не обязательно от ДМК. Вы можете найти это у многих брендов. Смотрите, такие вот массажёры. Значит, вы убираете их в морозилку. Ну, эти там блюзки просто для красоты. Вы убираете это в морозилку. И для того, чтобы убрать отечность с лица, у меня это редкая проблема, но, допустим, каждое утро вы делаете массаж под глазками, или где у вас отёк, верхнее веко, вот этими холодными шарами. Это очень приятное ощущение. И отёки улетают. Начнём, конечно, с тона. Вот на чём я не экономлю, так это с тона тональника для лица. В последнее время я очень полюбила сублимаш Шанел. Это четвёртый номер, и не бойтесь, что он покажется темноватый. Как-то он мигрирует на коже. Подстраивается. Подстраивается, да. Это у меня целый флакончик, потому что в магазине в Риге его нету. Я заказываю его онлайн. Стоит он где-то 130 евро. Это как такой пудра? Давай откроем. Нет, это тональный крем. Да, выглядит очень тёмным. Да, но не тёмный, потому что я взяла 3,5, 3,5 и 4, думаю, буду смешивать. 3 и 5 вообще светлый очень, очень светлый. Я не пользуюсь пудрой, потому что я сказала, что у меня сухая кожа. Но блеск всё равно какой-то остаётся, надо его припудрить. И я недавно, ну как недавно, уже, наверное, год, нашла от Givenchy вот такую пудру. Сейчас покажу. Так, я не буду эту штучку показывать, потому что её надо было постирать. Смотри, какие-то 4 цвета. Да, ой, какие, их очень много. Вот сейчас, в последний раз, когда я была в Париже, не смогла купить их. Не было именно вот этого оттенка. Наверное, вот так перевернуть. Тоже можете спокойно покупать, он под любую кожу. Я, кстати, не очень смугла, у меня глаза светлые, зелёные, поэтому это сейчас я чуть-чуть подзагорела. А стрелочки? Стрелочки, конечно, Том Форд. Лучшее изобретение Том Форда – это стрелки. Но стоит, как чугунный мост. Или крыло самолёта. Поэтому я нашла альтернативу. Тем более у нас не продаются, хотя у нас есть косметика в Стокмане Том Форд, но нету стрелок. Я там, в магазине, мне кто-то привозит. Они как жидкая подводка или как карандаш? Да, это жидкая подводка. Здесь меньше кисточка. Здесь, ой, здесь у меня распушилась. У меня там, наверное, целая, это я перепутала. У меня есть она. Я нашла в Бенефите совершенно шикарные тоже стрелки для глаз. Вот этот бренд. Давай, положи там Фордика тоже, положи рядышком. Очень хороший тоже лайн для глаз. Стрелочки тату, лайнер. Вот. Это тоже находка Влады. Она мне порекомендовала. Но он мне так не зашёл, как ей. В Бенефите я пользовалась румянами Коралл, но они их сняли с производства, как обычно. Что-то находишь своё, снимает производство. Вот альтернатива. Она не такая, как мне нравится, но я люблю коралловый оттенок немножко. Да, очень красиво. Да, он такой даёт свежести, потому что я так не сильно там румянюсь. И в Диоре, вот он тоже, коралловый оттеночек, вот уже дырка внутри у меня раскрошился. Давай номера поснимаем. Давай. Где-то Бенефит покупаешь. А Бенефит во всех аэропортах Европы. Тени, ну они тоже сняты к производству. Это Шесейда. Я искала какую-то альтернативу. Очень искала. Вот этот чуть-чуть перламутра, беж, с чуть-чуть нюдовым розовым оттенком. Вот я крашу его вот в эти места. Кисночкой. Не я туда? И я именно этот снят с производства я пыталась найти в Диоре. Но, к сожалению, наверное, нет. Я попытаюсь еще посмотреть в Армане и в том Форде. И я даже в Ардека, это недорогой бренд, нашла похожий. Вот этот 115, он прям похож. Но все-таки тени надо покупать, я поняла, дорогие. Они буквально через несколько часов начинают скатываться, начинают сыпаться. И на тенях вот экономить не надо, друзья. Это 100%. Так, согласна. Мне очень часто в Директ, в Инстаграм пишут, что у меня на губах. Всем нравится нюд. Я очень люблю нюд. Мне не подходят какие-то другие помады. Я пробовала, поверьте. Ну, иногда ягодный какой-то там в красноту, такую ягодную красноту, я могу на вечер под какой-то наряд накрасить. А так нюд. Вот этот самый лучший на сегодняшний день. Герлен Кис Кис Верри Нюд, 306 номер. Очень важно, чтобы это не был холодный оттенок. Ой, какой я взяла разломанный. У меня их много. Я все время сейчас их купила в запас, потому что я знаю все, что нравится, снимая с производства. Очень важно, чтобы нюд не был холодным. Во всяком случае, в моем случае. Вот у Том Форда много нюда, но они все синевой немножко. Вот он такого цвета приятного. Настоящий нюд. Который не делает и клоунские белые губы. И клоунские белые, и мертвецкие синие губы. Байтери, знаете, такой бренд. Его нету в Риге, но в Европе можно купить. Это блеск тоже нюдовый. Классный, кстати. Сейчас скажу номер. Десяточка. Такой вот. Значит, тоже хорошие. Клиник номер 01. Ньют поп. Да, ставь мне открыто сюда. Я ее сними. Ну, лучше похоже. У тебя как парфюмы. Я люблю оптом все скупать. Не, ну потому что я не снимаю с производства. Ты понимаешь, в чем я делаю? Вот это немножко такой... Чуть-чуть другой, да. Да, белесенький, но я его мешаю вот с этим же блеском. А это что, тоже клиника? Это же Ванши. Какой номер? 211-й. Роза Рубан называется. И знаете, что? Шикарный в Кико. Вот в длинных... Я забыла. Я была уверена, что я взяла эту помаду, потому что она, во-первых, бюджетная. Она совершенно... Нет, не забыла. Представляете, как здорово я взяла Кико. Я обожаю Кико. Да. И номер 101. Кто... Кому нужен нюд? Восхитительный совершенно. Вот, пожалуйста. Сейчас мы резину уберем. 101-й номер. Да? Угу. Тоже нюд хороший от Lancome 250. И какой-то у меня был поярче. Это тоже Кико. Да, Кико. Кико, но он немножко такой матовый. Этот все-таки 101-й номер лучше. А это тоже 101, только в помаде. Там, видимо, с блеском, а этот в помаде. Это Кико? Да, тоже Кико. Вот так. Подождите, какой-то у меня был поярче. А, вот у меня есть Шанель, кстати. 90-й номер. Rouge Allure. Вот он поярче. Вот такой классный тоже цвет. Коралловый. Да, коралловый. Чуть-чуть такой коралловый. Но тоже к нюду ближе. Так. Дальше мы сейчас перейдем к консилеру. Консилеру, да. Потому что у меня вообще проблема с кожей вокруг глаз. Там очень тонкая кожа и близко расположенные капилляры. Я с детства, у меня глаза панды, да? Вот у меня тоже сам. Круги черт. Сестра, привет. Вот очень классный в Армане. У меня закончился, и все здесь стерлось. Я думаю, каждому номер должен быть свой. Написано Silk. Потом Make Up For Ever. Совершенно роскошный. Мой самый любимый. Консилер, да? Лучше нет. Их нету, да, я знаю там уже нет. Нет, я говорю, лучше нет. А, лучше нет. Я думала, больше нет. Я просто еще не пробовала. У меня тональник Make Up For Ever самый-самый любимый. Самый любимый. Его сняли с производства, и ни альтернативы никому не предложили. И самое главное, что я хотела... А, еще я пользуюсь карандашами, но это неважно. Черный карандаш, любой подбираете. Шанель, мягкий, чтобы он не тек и так далее. Вот еще консилер у меня. Живанше неплохой. А, консилер. Да, консилер неплохой. Почти закончился, потому что Диор неплохой. Тоже консилер. 002, да. А, кстати, я хотела карандаш для бровей показать, Benefit. Я пользовалась Диором и нашла вот Benefit. В моем случае это четверка. Подкрашиваю. Очень как бы натуральный был. Сейчас мне не надо уже снимать. Мы уже столько у нас съемок, что я такая лицо... Не очень радостная, не свежая. А это мой лайфхак. Не все знают. В Риге мало где можно найти, но в аэропорту в Дутифри всегда покупаю. Это база для ресниц белого цвета. Не ведитесь на другие остальные бренды. Когда вам скажут, что от Lancome нету, мы вам можем предложить там что-то другое. Не покупайте, я уже попробовала. Lancome самый лучший. Наносите на реснички, у меня они очень длинные. И наверх уже свою тушь. В моем случае это опять Benefit. И этот, как он называется, дешевый-то. Мне дочь привезла. Vivienne Sabo. По-моему, 6 или 8 евро стоит. Совершенно роскошная кабаре. Кабаре. Я тоже перестала дорогую тушь покупать. Нет, ее просто надо найти свою. И вот Vivienne Sabo шикарные туши делают. И многие профессиональные мейкаперы ею пользуются. Так что главное кожу умывать, увлажнять и питать. Это самое важное. Это твои главные советы, да? Да, мои главные советы. И не экономить на тональнике ни в коем случае. И на тенях. А все остальное можно купить бюджетно. Видите, какие у меня крема недорогие. Вы, наверное, думали, что я там это как минимум ламэром пользуюсь, да? Ну, пользовалась тоже. Все, друзья. Я закончила свою миссию, свой обзор. Сейчас Валерия вам расскажет свою декоративную косметику. У нее столько всего интересного для вас. Не забывайте скринить. И нам ставить лайки. Я тоже фанатка тона. У меня много томов. Это только то, что на сегодняшний день я пользуюсь. Любимый Armani. Потому что я не люблю матовый финиш. Сразу скажу, что у меня сухая кожа. Тонюсенькая. Если мою сухую кожу еще напудрить, я выгляжу сразу старой и уставшей. Поэтому это мой топчик. Это я пробую. Но смотрите, расскажу вам одну вещь. У меня есть два, две базы под тональный крем. С базой тональный крем ложится более нежно, более ровно. Не скатывается. Извини, пожалуйста, что перебиваю. Сколько я для себя сейчас нового знаю. Да. Две базы. Значит, ключевое отличие. Может быть, для жирной кожи это не вариант. Как силикон. Вот прям вот на тональный крем наносится тончайшим, ровным строем. Это наносится после крема. От базу. То есть умылись. Умылись. Нанесли сыворотку. Нанесли дливной крем увлажняющий. После наносим базу. Она прозрачная, силиконистая. Я тебе дам попробовать на руку. Силиконистая. И после этого крем ложится тональный. Особенно зимой это важно. Когда отопление. Сейчас летом я даже не использую. Там слишком много слоев. Плюс нам нужно наносить солнцезащитные средства. Зимой, когда дует тебе в машине эта печка. Когда все сухое. Это вещь. И второй вариант. Это база вторая. Она мне не зашла. Это ламком. Она сухая. У нее есть такая лопаточка. Вот это я рекомендую у кого жирная кожа. То есть у него тоже такая кремовая текстура. Но у того более жирненькая. Вот у кого сухая. Обратите внимание на эту базу. И уже. Кстати. Не обязательно наносить ламком. То есть я экспериментировала. И базу можно наносить на любое тональное средство. И завершаем тон лица. Я вообще в обыденной жизни никогда не кладу. Я не крашусь. Я подкрашиваюсь только на съемку. Я обычно мейкап не наношу. Но если я делаю макияж. То я только делаю маленькие стрелочки. Мне не подходят тени. У меня такая своеобразная внешность. Я выгляжу вульгарной. Я выгляжу такой сложной. Поэтому у меня только стрелочки. Тушь. Но я делаю максимум акцент на тон. Значит. Мой последний корректор. Это Бобби Браун. Я подглядела у Алсу. Алсу делила своим макияжем. Какой номер? Ну мне подошел, например. Там, по-моему, он написан просто бежевый. Там всего их было три. А, окей. Как помадка рисуется, разглаживается. Он не собирается. Он не старит. Он не собирается в такие. Вот у меня тоже все время синяки. С детства у моего сына синяки. Он самое главное. Что? Он не собирается в морщинках мимических. Не скатывается. И действительно перекрывает. Но мой любимый Make Up For Ever намного лучше. Я делаю стрелочки под глаза. И растушевываю. И делаю тушь. То для меня, Карина, лучше кика, вот этот вот интенсивного 16 номера, ну нет ничего. Знаете, с какой проблемой я мучилась? То есть я наношу стрелку, моргаю, и у меня весь этот карандаш отпечатывается на верхнем веке. У этого есть такой момент. Во-первых, он суперчерный. Просто он, я даже сильно не нажимаю, он мягкий, черный. Через минуту он засыхает. Ну, сейчас он еще его может. Через минуту его уже не смазать никак. А растушевываешь-то немножко? Все, надо успеть растушевать за несколько секунд. Все. Вот, смотрите, он уже все. Он его невозможно... То есть он не потекет. Вот на весь вечер вот идете на вечеринку, можете не волноваться, он будет черный, красивый, графичный. И самый мой главный лайфхак. Я тоже люблю только нюды. У меня помада делает вульгарный. Ну, потому что это очень ярко. Ну, смотрите. Значит, этот знаменитый оттенок, за ним гоняются, ну, просто все женщины. Ну, я не знаю, это просто самый у Шарлотты, самый-самый... Я пыталась себе такой подарить. Да, это мне просто, я его не взяла. Что вы думаете? Белорусская марка. Этот блеск, комплимент он называется. Этот блеск, ну, как блеск, матовый, блеск, который засыхает, матовая помада. Ага. Значит, номер, я вам скажу, номер 13. Угу. Один в один стоит, это стоит 40 евро, а то и больше, да? Ну, примерно, да. Это стоит 5 евро. Это выглядит намного красивее на губах, более дольше держится. И посмотрите, я вам покажу. Еще и с блеском, потому что этот вообще матовый-матовый. Он тоже супер матовый, он когда высыхает, ну, вы посмотрите цвета. Это просто один в один. Не, ну, это мне вообще не понравилось, он у меня лежит, я могу ему кому-нибудь отдать, пишите. В общем, короче говоря, если вам нравится от Шарлотты вот этот пилов, то берите на заметку у комплиментов 13 номера. А где-то белорусов нашла, у нас где-то в Реке? Да, да, да. Друзья, мы закончили снимать вам новый выпуск, для вас, точнее, новый выпуск об уходовой косметике и декоративной. И надеюсь, что вы, мы надеемся, что вы получили какую-то полезную информацию из этого, потому что я для себя, наблюдая, снимая Валерию, получила много новой информации по уходу за лицом. Так что спасибо большое, пишите комментарии, что вам понравилось, было ли это полезно, нам нужен ваш фидбэк, обратная связь. Еще раз напоминаю, что с вами были Карина и Валерия, мы блогеры из Латвии, мы ведем канал She&She, на котором вы сейчас находитесь. Ну что, мы прощаемся, Карина. Да, до следующих выпусков. Да, пока, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, вы нам нужны. Субтитры сделал DimaTorzok